Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessAtInfo. Перед нами TCL25G. И сейчас мы посмотрим характеристики этого телефона, вообще проверим, на что он способен. Смотреть мы будем с помощью приложения CPU-Z. Зайдя сюда, мы видим, что этот телефон имеет в себе QL.com Snapdragon 750G на 2,07 ГГц. Мощность каждого из ядер минимальная, это 300 МГц. Максимальная, как я уже говорил, 2,7 ГГц. Этот телефон имеет в себе 8 ядер. Здесь у нас показана мощность, точнее нагруженность каждого из ядер в данный момент. Пролистав вправо, мы видим, что этот телефон обладает огромнейшим экраном 8 и 25 дюймов. То есть, отсюда до сюда экран занимает 8 и 25 дюймов. Серьезно, это один из самых больших телефонов, которые я вообще видел. Он очень-очень-очень большой. Дальше мы видим количество пикселей на квадратный сантиметр, а также разрешение нашего телефона. Видим количество памяти RAM и количество свободной памяти RAM, точно так же с памятью обычной, то есть количество обычной памяти и количество свободной обычной памяти. В пункте «Система» мы можем... С сервисом денежных переводов CoronaPay не придется... Мы можем посмотреть рекламу. Нет, конечно, в пункте «Система» мы можем узнать версию Android, узнать версию, когда наш телефон, точнее защита нашего телефона в последний раз обновлялась, еще какие-то скучные информации. В пункте «Батарея» мы можем просмотреть состояние наших батареи, уровень заряда, технологию, это ли ионная батарея. Также, сколько эта батарея может хранить в себе заряда. Упс, что-то пошло не так в этом моменте. Дальше в пункте «Термал» и «Сенсорс» уже нет ничего интересного, здесь показано насколько батарея и еще какое-то устройство внутри нашего телефона нагрета, а в пункте «Сенсорс» мы можем посмотреть разные сенсоры на нашем телефоне. Не думаю, что это тоже вам будет интересно. И на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!